МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа «Республика» в студии. Ольга Пырочкина сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покупай дешевле. Продукты под окризисным ценом в Чебоксарах продают на специальных ярмарках. Оперативная помощь. Пожарным вручили ключи от новых машин. Выбор есть. Администрация столицы Чуваши ищет варианты оплаты услуг на капитальный ремонт. В столичной гимназии номер 5 появился новый класс. Класс дипломатии. Это специальный проект, который подразумевает факультативные занятия по основам дипломатической деятельности. Онлайн-лекции, семинары с ведущими специалистами этой области. Поддержал начинание школьников и председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Константин Косачев. Ребят, собравшихся в зале, волнуют далеко не детские вопросы. Непростая ситуация во Франции, выявившая разные точки зрения людей на понятие толерантность. Конфликт Евросоюза и исламского мира в попытках найти мирное решение, ставшей вдруг такой больной национальной темы и попытки оцензуривания интернет-пространства. Все они побывали во многих странах мира и были удивлены некоторыми стереотипами мышления своих сверстников за рубежом. Например, Лиза Ярко весь прошлый год прожила в США по программе обмена. В школе мне были заданы вопросы, как, например, существует ли в России интернет? Как я передвигаюсь между локациями? Например, если у меня у меня телефон, как зовут моего ручного медведя, что самое очень опасное? То есть у многих, особенно, не могу говорить, что у всех, но у многих сложилось такое впечатление, что действительно по самым таким распространенным и наигранным стереотипам, что в России живут люди, которые ходят в лошадках, люди, которые ходят в воду регулярно и живут с медведями. И я бы хотела, чтобы, во-первых, этого стереотипа не было, а во-вторых, меня очень задело такое отношение к русской культуре, наверное, к национальности больше. И поэтому у меня есть такое предложение, что вот в рамках проекта «Колаз на Нипломатия» провести, может быть, лекцию или семинар, или круглый стол, который назывался бы «Я гражданин России», который вызывал бы у детей и у подростков чувство патриотизма и гордится на нашу Родину, что у России такая история, многовековая, такой опыт. Мы через столько прошли, а наши люди совсем не гордятся своей страной. Мне за это обидно, поэтому я хотела бы, чтобы часть этого проекта могла что-то изменить. Вот здесь я не склонен обвинять никакую там мировую закулису, что это, так сказать, кто-то против нас чего-то делает. Это уже вопрос к нам самим. Это мы должны для себя определить, кто мы такие, и готовы ли мы гордиться нашей страной и всем показывать, что мы русские. Даже если мы в этот момент чуваши, татары, так сказать, или евреи. Пожалуйста. Создать мировой пол независимых журналистов, развивать программы обмена между странами, написать письмо президенту чужой страны. Идеи сыпались одна за одной. И пусть многие из них пока далеки от реализации и выглядят немного наивными, важно другое. В ребятах есть потребность лично повлиять на мировую ситуацию. Сенатор от Чувашии и экс-глава Россотрудничества в одном лице принял предложение ребят стать условным классным руководителем первого дипломатического класса пятой гимназии. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Капитальный ремонт своих домов жители столицы республики теперь оплачивают по отдельной квитанции. Здесь возникла непредвиденная ситуация. Разбираться в ней пришлось администрации города Чебоксары. Речь идет о комиссионных сборах за перечисление денег. То, что без комиссии не обойтись, было ясно с самого начала. Но ее размер вызвал удивление даже у специалистов. Сегодня я принимал гаража. Практически каждая вторая, которые сегодня были приняты на приеме по личному примеру, мне задают вопросы. Почему такие большие комиссионные сборы? Конечно, имея 10-12 квадратов в комнату, 50-55 рублей, она должна платить так, если посчитать, да, и 20 рублей. Это получается около 40 процентов, она еще комиссию от стоимости платит. Это же несправедливо. В Чувашии установлен размер платы по статье «Капитальный ремонт» 5 рублей 20 копеек за квадратный метр жилья. Оплатить эти начисления на сегодняшний день можно через три организации. И у каждой из них свои комиссионные сборы. В Сбербанке возьмут 2% с начисленной суммы. При этом минимум 20 рублей комиссии. При безналичной оплате через терминал Сбербанка – 1%. На почте России комиссия – 1,5% и минимум 10 рублей оплаты. Через терминалы ООО «Симметрия» сбор оценивается в 0,5%. Ввиду того, что мы коммерческая организация, у нас работают сотрудники. Все правильно, как сказали коллеги с почты России. У нас возникают расходы по обеспечению. Устройство нужно держать в порядке для того, чтобы они работали. Поэтому полностью эта услуга бесплатна не может быть. И все же ради справедливости надо сказать, что выбор все же есть. Просто горожане еще не успели о нем узнать. Фонд капитального строительства активно работает в этом направлении, понимая, что здоровая конкуренция обязательно снизит сумму сборов. Мы обращались и в другие иные кредитные организации с предложениями организации сбора взносов за капитальный ремонт. Но на сегодняшний день иные кредитные организации не откликнулись. У представителей кредитных организаций, которые уже работают по программе перечисления взносов за капитальный ремонт, своя позиция по этому поводу. К примеру, Почта России предлагает использовать опыт соседей. Если брать в опыт других регионов, в ряде регионов бесплатный для клиента оплата взносов фонд капремонта, но, скажем, издержки той же Почты России оплачиваются со стороны регионального бюджета. То есть есть такой опыт. Да, и мы, в принципе, здесь тоже, я думаю, можем использовать этот опыт. К обсуждению сумм комиссионных сборов в мэрии обещают вернуться в ближайшее время. А пока принято промежуточное решение. Не начислять пенни горожанам за неуплату по статье «Капитальный ремонт» в первые три месяца этого года. Марина Рябцева, Андрей Шоклев, Республика. Стоп, цена. Сегодня народный контроль проверил цены на лекарства в государственных и частных аптеках столицы республики. Какие лекарства вы покупаете? В основном антибиотики, жаропонижающие, понимаем. Отечественные или российские? Отечественные. Лучше отечественные, потому что надежнее, что ли, и эффект видим от этих препаратов. А по цене как у них? По цене главное, чтобы эффект был. Там уже цена не важна. Чтобы помогло все, чтобы вылечились. Но в основном берем для детей, конечно. И все же абсолютному большинству горожан цена, конечно же, важна. Согласно последним данным мониторинга администрации Чубаксар, за последние четыре дня средний рост цен по всем лекарственным препаратам столицы Чувашии составил более 6%. Ажиотажного спроса пока нет, но ситуацию необходимо контролировать. Мы над этим вопросом сейчас работаем. Для этого сегодня был организован наш выезд. Я думаю, сейчас мы пообщаемся с руководителями данных аптечных сетей. И этот вопрос, наверное, будет вынесен на рассмотрение или на разрешение, то есть или решение, или обсуждение на круглый стол. На уровне российского правительства определен перечень особо важных лекарственных препаратов, наценки на которые не должны превышать допустимого уровня. Под пристальным вниманием находится и тридцатка самых востребованных у населения лекарств. Мы посмотрели и государственную аптеку, и частную аптеку. Ажиотажа ни в той, ни в другой аптеках нет. Люди, в общем-то, как в обычном порядке, приобретают лекарства. Но в частной аптеке есть акция. Цены, они, во-первых, контролируются государством на жизненные необходимые лекарственные средства. Цены, конечно, между аптеками разные. Где-то в одной больше, где-то в другой меньше. Поэтому нельзя сказать, что где-то именно цена выше. Конкуренция аптек в нашем городе очень высокая. У нас очень много аптек. И вот эта конкуренция, она не позволяет кому-либо особо завышать цены. И вот в данном случае она как бы играет для населения хорошую такую роль, потому что никто не хочет повысить цену, и чтобы к нему не приходили покупатели. Покупатели придут туда, где цена ниже. Мониторинг цен на препараты из ТОП-30 будет проводиться и в дальнейшем. Любое умышленное нарушение в ценообразовании будет разбираться на уровне правоохранительных органов. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. В минувшую субботу в Чебоксарах открылась первая ярмарка сельхозпродукции «Покупать дешевле». И как следует из названия, организована она была для того, чтобы жители могли купить продукты по ценам производителей. А у тех появилась удобная площадка для сбыта своего товара. Опыт оказался удачным, так что проводить подобные ярмарки планируют и дальше. Картофель от 18 рублей за килограмм, капуста от 20, гречка от 48, яйца куриные от 45 рублей за десяток. Увидеть такие цены не во сне, а в реальности чебоксарцы смогли на ярмарке «Покупать дешевле». В эту субботу, 24 января, ее проведут уже во второй раз. Торговать свои продукции производители будут в торговом комплексе «Николаевский» в Северном и на Шупашкарском рынках. Только в эти выходные синоптики обещают минус 27 градусов по Цельсию. Учитывая, что низкий температурный режим ожидается на субботний день, значит, у нас овощи, они более минус одного градуса, они могут подмерзнуть. Поэтому мы решили договориться с руководством данных ярмарок, чтобы они нам на случай холодной погоды предоставляли отапливаемые помещения места нашим сливозтоваропроизводителям. В целях того, чтобы не обидеть тех индивидуальных предпринимателей, которые уже на сегодняшний день имеют долгосрочные договоры аренды, где-то, наверное, по 4 места будет по каждому адресу. Работать ярмарка будет с 10 утра до 3 часов дня. Глава Чуваши Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с руководством Всероссийского Азербайджанского конгресса. На встрече обсудили подготовку прямого соглашения о сотрудничестве Чуваши с Республикой Азербайджан. Сотрудничество в сфере культуры и экономики, создание благоприятной среды для развития совместных бизнес-проектов. Эти и другие темы затронули представители сторон на рабочей встрече. Что касается бизнеса, создавать надо благоприятную среду, чтобы ваши предприниматели здесь реализовывали свои идеи, проекты наши. Кто-то с вами там найдет взаимовыгодное сотрудничество. И для этого мы будем создавать все условия с нашей стороны, никому не мешать абсолютно. Вот самое главное. Сдерживающие факты мы будем снимать, насколько возможно. И будем действовать на благо россиян, на благо азербайджанцев. Ильгар Гаджиев, в свою очередь, выразил благодарность главе Чуваши за создание на территории Республики равных условий для всестороннего развития культурно-национальных автономий. Я третий раз с делегацией здесь у вас. С каждым разом, хочу сказать, что мы больше и больше для себя отмечаем, насколько, вот так же, как и в других регионах, мы можем выделить, в принципе, вашу республику, вам ее укладим, и тут всестороннее развитие. Очень благодарны за город, за республику, за то, что тут памятные мизами. Каждый раз мы, когда приезжаем, посещаем. Я очень надеюсь, что с каждым разом будем приезжать и больше и больше будем узнавать, и будем заинтересованы в сотрудничестве с Чувашией. На встрече также обсудили возможность строительства международного культурно-выставочного центра «Азербайджан-Чувашия». Открытие постоянного торгового представительства производителей Чувашии в Азербайджане, реализации совместных проектов по выращиванию мяса птицы на базе агрофирмы «Туруновская» и строительство сельскохозяйственного логистического центра на территории Чебоксарского района. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Сегодня сотрудники УФМС по Чувашии подвели итоги деятельности за прошедший год. Он выдался хлопотно. С какими трудностями пришлось столкнуться и какие изменения ожидаются в этом году, узнала наша съемочная группа. Прошедший год для работников миграционной службы простым не назовешь. В связи с событиями на Украине Чувашия приняла и разместила около 4 тысяч беженцев. Не снижается и число мигрантов. За прошедший год их въехало около 20 тысяч. Четверть прибывает в Чувашии и по сей день. В большинстве случаев это граждане стран СНГ. Однако не все мигранты обустраиваются в республике легально. За 2014 год совместно с правоохранительными органами республики проведено свыше 5500 мероприятий, в результате которых выявлено более 1800 правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранных граждан и осуществлением трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Сумма наложенных штрафных санкций за 11 месяцев составила 25 миллионов рублей, что больше на 4 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 января текущего года вводится обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для трудящихся мигрантов. От сдачи экзаменов освобождаются только квалифицированные специалисты. Обучение и тестирование иностранных граждан в Чувашии будет осуществляться в трех пунктах на базе двух высших учебных заведений ЧГУ и ЧГПУ и Института образования. Поэтому работа в этом году у сотрудникам УФМС предстоит еще более плодотворная. А пока выявили лучшее региональное подразделение в Новочебоксарске. Хочу сказать, что Федеральная инвестиционная служба признана, прежде всего, защищать интересы России, граждан, соблюдать международные права человека на свободу передвижения. Все эти моменты, они в Чувашской республике, я считаю, что на хорошем уровне. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Вопросы, связанные с помощью и обустройством вынужденных переселенцев с Украины, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы, которую возглавляет председатель правительства республики Иван Моторин. 12 пунктов временного пребывания, оперативно созданных в республике, вместили несколько сотен беженцев. Многие устроились у друзей и знакомых. Сейчас на территории республики находится 1277 человек, вынужденно покинувших Украину. Многим из них по-прежнему нужна работа. По состоянию на 20 января 2015 года в специальном банке вакансий для граждан Украины имелись сведения о наличии 1614 свободных рабочих мест и должностей служащих. Вакансии заявлены 137 организациями Чувашской республики по 202 профессиям. На 20 января трудоустроено 555 граждан Республики Украина. Не остались беженцы без внимания и в новогодние праздники. В канун Нового года дети были приглашены на новогодние елки, которые проходили у нас в учреждениях культуры. На 16-ю республиканскую благотворительную рождественскую елку 9 января, который проходил у нас в театре оперы и балета. И 13-й рождественский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии, который тоже мы совместно организовываем, были приглашены более 50 детей из семей, которые находятся у нас в пунктах временного размещения. Работа в этом направлении будет продолжена. Острота проблемы снята. Сейчас в республику приезжает не так уж много граждан Украины. По нескольку человек в день вместо нескольких десятков. Но это вовсе не значит, что эти люди останутся без поддержки, подчеркнул на заседании председатель кабинета министров. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Новогодние каникулы выдались беспокойными для сотрудников госнаркоконтроля. За полторы праздничных недели они выявили 22 преступления по своему профилю. Закрыли домашнюю лабораторию по изготовлению марихуаны, но куда более крупный лов оказался в Новочебоксарске. О планах торговцев наркотиками полицейские узнали заранее. В конце 2014 года в оперативное подразделение управления поступила оперативная информация, что группа жителей Новочебоксарска планирует организовать поставку на территорию Чувашской Республики крупной партии наркотического средства ГАШИШ с целью последующего сбыта. В результате принятых мероприятий и проведенных следственных действий в середине января 2015 года удалось задокументировать преступную деятельность участников группы. Из незаконного оборота по месту жительства организатора преступной группы было изъято порядка 30 грамм наркотического средства ГАШИШ и небольшое количество наркотического средства героин. В кадры оперативной съемки попали детские вещи. Подозреваемый держал наркотики в квартире, где проживал с женой и малолетними ребятишками. Впрочем, далеко не все запасы. Крупная партия ГАШИШ была спрятана в тайнике. В ходе дальнейших оперативных мероприятий с участием кинологической группы подразделения специального назначения управления наркоконтролем в одном из садоводческих заброшенных хозяйств города Новочебоксарска был обнаружен тайник, в котором находилось более 400 грамм наркотического средства ГАШИШ, предназначенных для последующего сбыта на территории города Новочебоксарска. В действиях троих задержанных усматриваются признаки состава преступления, которые Уголовный кодекс квалифицирует как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере. В соответствии с действующим законодательством фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. А Госнаркоконтроль напоминает, если вы располагаете какой-либо информацией о фактах сбыта наркотиков, наркопритонах и о лицах, распространяющих наркотические вещества, Просьба сообщать об этом по телефону доверия 23-01-00. Круглосуточно и анонимно. От мобильного штаба до 50-метрового подъемника. Площадь с придома правительства стала местом для импровизированной выставки о современной спасательной технике. В региональном МЧС сегодня подводили итоги прошедшего года и принимали на вооружение новые автомобили. Подробность у Дмитрия Ковалева. Эта пожарная машина незаменима там, где цистерны невозможно оперативно заправить водой. В ее резервуары может поместиться более 8 тонн. При ликвидации ЧП, когда важна любая минута такого объема воды, огнеборцам хватит и на час. Если же вот другие машины, да, взять ЗИЛ-131, да, если они в течение 15 минут, да, и уже воды не остается, это два с небольшим куба воды. А это, значит, поставили на тушение пожара, и мы, значит, более эффективно тушим пожар, то есть без разрыва. Автомобиль заступит на службу в пожарной части Комсомольского района. А в ближайшее время в республике планируют закупить еще две новых машины. Вообще обновление автопарка в структурах МЧС проходит поэтапно. Недавно на вооружение спасателей поступил и вот такой снегоболотоход. За счет воздуха в камерах он может передвигаться не только по суше, но и по воде. В декабре прошлого года с его помощью уже был отбуксирован автомобиль, который провалился под лед. С поставкой новой техники пока проблем не возникает. Ведомство сейчас испытывает недостаток рабочих рук. К сожалению, о расширении штатов можно только мечтать, но мы, конечно, этого хотим. Говорить о республиканских противопожарных частях, о пожарных частях, конечно же, тоже они малочисленные сегодня. Не во всех частях есть диспетчера, то есть когда пожарные уезжают на пожар, часть просто остается на сегодня закрытой. Но пока справляемся. Эту проблему в МЧС планируют решить в ближайшие годы. Сейчас спасателям ставят другие задачи. В настоящий момент правительством Российской Федерации определены для регионального центра именно по вопросам защиты населения и территорий два момента. Это создание системы 112, в которой непосредственно участвуют и органы исполнительной власти республики, и создание системы безопасных городов. Вот, наверное, эти два вопроса, которые на 2015 год будут актуальными. Уже сегодня в республике диспетчеры, которые принимают звонок по номеру 112, могут связать человека с любой экстренной службой. Но в недалеком будущем систему планируют настроить так, чтобы все вызовы принимали дежурные операторы, которые ближе всего находятся к месту ЧП. Помощь пострадавшим тогда будет проходить еще оперативнее. Митриковалев, Евгений Анисимов. Республика. А в МВД по Чувашии стартовала ежегодная общероссийская акция «Студенческий десант». Студенты пяти вузов республики познакомятся с работой полицейских, так сказать, изнутри. Они проведут прием граждан с участковыми, отправятся в рейд с патрульными, узнают все тонкости работы криминалистов. Именно экспертно-криминалистический центр стал первым местом экскурсии для ребят. Работа сотрудников ЭКЦ больше похожа на ту, что чаще увидишь в фильмах, нежели в обычной жизни. Здесь с помощью системы Папилон изучают и идентифицируют отпечатки пальцев. Сначала программа находит несколько совпадений, а затем эксперт своим зорким глазом высматривает все расстояния и разветвление в рисунке наших рук. Результат выдается со стопроцентной гарантией. У людей здесь работа достаточно ответственная. Они должны вводить большим багажом знаний, дабы применить их на практике. Я же обладаю немножко другой специальностью, поэтому вряд ли смог бы здесь работать. В других лабораториях исследуют поддельные купюры, проводят экспертизу биологического материала, наркотиков, пищевой продукции и оружия. По подобию оставленных на полях следов, можно определить, например, из какого пистолета был сделан выстрел. Но больше всего ребят поразило исследование, когда по черепу восстанавливают лицо человека. Единственным специалистом по этой уникальной экспертизе в республике является Павел Яковлев. В прошлом военный медик поведал студентам, как определить по останкам пол, возраст, расу и другие особенные черты человека. Нас провели по кабинетам разных экспертиз. Но хотелось бы еще побывать в кабинете, где проводят автотехническую экспертизу, так как это ближе по моей специальности. Моя специальность идет по безопасности дорожного движения. И проводя экскурсию, мы бы, как студенты, узнали бы для себя большее. Для тех, кто с уважением относится к правилам безопасности на дорогах, была организована экскурсия в госавтоинспекцию. Три студента сельскохозяйственной академии вместе с сотрудниками ДПС отправились выявлять нарушителей ПДД. Их оказалось немало. В силу слякотной погоды приходилось напоминать водителям о том, что номера их автомобилей, несмотря ни на что, должны быть читаемы. За такую оплошность полагается штраф в размере 500 рублей. Но чаще всего автомобилисты просто получают устное предупреждение. Сами сотрудники ДПС говорят, что уже привыкли к своей работе. Единственное, что доставляет неудобства, это морозные дни и ночи. За 12-часовую смену нельзя не замерзнуть. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Расиль Мухаметов, Республика. Физкультура и спорт как государственная политика. В последнее время 60% детей и подростков занимаются спортом в различных кружках и секциях. Это говорит о том, что молодежь сознательно выбирает здоровый образ жизни. Тех, кто нацелен на спорт и высоких достижений, конечно, меньше. Но на них возлагают большие надежды. Юная спортсменка из поселка Ибреси Алена Андреева в этом году стала стипендиаткой. Главы Чувашии за особую устремленность. Алена Андреева – гордость всего и Бресинского района. В свои 17 лет она уже стала чемпионкой России по горному бегу и 4 раза чемпионкой Чувашии по зимнему палеотлону. Я очень люблю бегать, занимаюсь спортивной деятельностью. Люблю учиться, познавать новые. В школе тоже отлично учусь. В спортивной деятельности я занимаюсь легкой атлетикой, а именно бегом. На тренировках после того, как мы пробежались, мы играем в футбол. Я очень люблю играть в футбол. Еще зимой занимаюсь палеотлоном. Палеотлон – это такой вид спорта, где сначала нужно стрелять из винтовки, потом упражнения по силовой гимнастике и лыжные гонки. 18 золотых медалей, 9 серебряных и 2 бронзовых. Так выглядит личная копилка и бресенской чемпионки. Награды и призовые места Алена начала получать уже с первого года активных тренировок, а именно 6 лет назад. Алена всегда ответственная, всегда выполняет все поручения очень добросовестно, всегда успевает и в олимпиадах, и в соревнованиях она на первых рядах. Всегда защищает честь школы очень хорошо, и показатели у нее очень хорошие. Нам бы хотелось, конечно, побольше таких активных и добросовестных учеников в школе. Алена стала стипендиаткой главы Чубарской республики. Она достойный пример нашим ученикам. Своими успехами Алена во многом обязана отцу – тренеру-преподавателю по легкой атлетике. Именно он с детства привил юной чемпионке любовь к спорту и воспитал к ней волю к победе. К счастью, сейчас для занятий спортом в Ибресях созданы все условия. Хороший спортивный комплекс и стадион с искусственным покрытием. Так что есть возможность вести не только здоровый образ жизни, но и заниматься спортом высоких достижений. Мне нравится в спорте то, что там нужно всегда работать, не надо бездельничать, не надо просто так жить. В будущем я хочу поступить в военную академию. Там тоже нелегко учиться, нужно тоже тренироваться, тоже стройподготовка, ну и так далее. Туда поступить тоже непросто, нужно зачеты физически сдавать. Для многих спорт – синоним здоровья, синоним жизни и синоним успеха. Вот и Алена в будущем просто не представляет себя без физической культуры. Ведь спорт – это как минимум здоровье, жизненная энергия и хорошее настроение. Юлия Воженина, Александр Петров, Республика. Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется в истории нашей странной памяти. Героизм и дедов и прадедов будет храниться ровно столько, сколько будет знать о войне молодое поколение. Проект «Детям о Великой Победе» собрал выставку известных картин-копий о самых значимых битвах и сражениях времен Великой Отечественной. Выставку подготовили в культурно-выставочном центре «Радуга». Специалисты отобрали копии самых ярких живописных работ на военную тему. Здесь и, собственно, военные баталии, и портреты участников крупнейших сражений, и фронтовой быт. Ведь ребятам интересно все, что связано с военными годами. В каждый район уедет каждый комплект с тем, чтобы детишки могли посмотреть, какие картины были написаны, отражающие то время, и понимали дыхание того времени. Если мы не помним историю своей страны, мы будем помнить историю другой. К сожалению, время, когда мы воочию, мы взрослые люди могли воочию потрогать наших отцов, дедов, могли увидеть их шрамы на теле, оно уходит для молодых ребят. И наша задача, чтобы это время жило в них вечно. В презентации коллекции участвовали директора многих школ. Им вручили сертификаты на получение картин. Мы знаем, что в нашей школе появится такая компактная картинная галерея, рассказывающая о войне. Эту картинную галерею наши ученики и учителя заслужили своими делами в прошлом году, когда День Победы мы отмечали 69-й раз. В каждой школе в год 70-летия Победы появятся свои выставки с местными материалами. Школьники готовятся к будущим экскурсиям, изучают литературу, районные и исторические архивы. Анастасия Лангина, Евгений Анисимов, Республика. В конце января по народному календарю начинается зимний свадебник. Во время него в старину было принято засылать сватов к родителям невесты и играть свадьбы. Герои следующего сюжета уже столько живут в браке, что и не помнят, в какой день расписали. Секрет семейного счастья узнавала наша съемочная группа. Бабушка рядышком с дедушкой. Все, как в известной песне. Кричать горько супругам Афоркиным могут 10 правнуков, 22 внука и 5 родителей. Только вот свадьба у них уже не золотая, а бриллиантовая. Вместе они 60 лет. Познакомились в деревне Аликово Красночитайского района. Тут и прожили всю жизнь. Василий Андреевич вспоминает, влюбился в красивую девушку с шикарным голосом. Свадебных фотографий на память не осталось. Все сгорело во время пожара в 1995 году. Тогда они остались без дома и имущества. Но главное, не лишились друг друга, а говорят, остальное можно пережить. Детство Анны Ивановны и Василия Андреевича пришлось на тяжелые военные годы. Оба рано остались без родителей. Может быть, поэт так хотелось создать большую крепкую семью. Дети вспоминают, все жили дружно, а дома всегда пахло свежим хлебом и щами из печки. Я их помню как всегда молоды. Всегда они как были, так и есть вроде. Иногда мне спрашивали, сколько лет твоей матери. Я еще в школе училась, я говорю, 33. Как будто мне ее годы всегда 33. Глядя на счастливых супругов, дети и внуки тоже мечтают отпраздновать золотые, бриллиантовые, а то и так называемые благодатные свадьбы. В деревне они дают пример всем семьям. Вот столько жить вместе, 60 лет, это чудо. Таких у нас, наверное, я не помню, столько они вместе жили. Мы тоже хотим брать с них пример. Сейчас мы живем 35 лет с их дочерью, с Верой Васильевной. Стараемся, чтобы их обогнать не только 60. Может 61, может 62 вместе жить. В рецепте семейного счастья о Форкиных нет каких-нибудь особенных ингредиентов. Все как у всех. Слушать друг друга, уважать, не спорить и не ссориться. Ведь, как писал классик, все счастливые семьи счастливы одинаково. Вот таким стал четверг 22 января глазами корреспондентов национального телевидения ЧУВАШ. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин